Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Макрон сдался и заявил о выводе из Нигера французского посла и военных. Французский президент Макрон в прошедшее воскресенье выступил с речью к нации, заявив о том, что французскому послу и военным придется покинуть Нигер. По данным французских СМИ, это означает, что Франция окончательно расстается с дешевым ураном для французских АЭС. Главным выгодоприобретателем госпереворота названа российская компания Росатом. Макрону не удалось убедить Вашингтон и Берлин в необходимости восстановления конституционного порядка в Нигере. Стратегически США и Германии выгодно ослабление французских позиций в Африке. Сокращение поставок африканского урана для французской госкомпании ЕДФ снижает конкурентоспособность французских промышленных предприятий и увеличивает зависимость Парижа от получения американского жижного газа. Это значит, что Макрон в перспективе станет менее капризным и покладистым. События в Нигере, названные многими французскими политологами, позорными для Великой Франции, не пошли на пользу самому президенту и правящей партии. На прошедших выборах в Сенат партия Макрона потерпела поражение лишиться нескольких мест в парламенте. Слова Макрону о необходимости возвращения на родину стали приятной новостью для посла Сильвена Ите, которого временное переходное правительство Нигера оставило со 2 сентября без света и без воды. Что касается французских военных, то они последний месяц находились в плотном кольце местных жителей, настаивающих на изгнание французских войск и страны. Газета Фигаро сообщила, что в будущем французским политическим и военным деятелям будет сложно вернуться в Нигер, поскольку мятежный режим закрыл воздушное пространство для французских гражданских и военных самолетов. Интересно, что на территории Нигера находится и ограниченный военный контингент Германии. Власти Нигера немецких военных пока выгонять не собираются. Министр обороны Германии Борис Писториус по этому поводу отметил, что ему лично удалось сохранить контакты с нигерскими военными, поэтому немецким военнослужащим в этой стране ничего не угрожать. Уход французских военных, по данным Лимонт, означает, что страны Экавас отказались от планов военного вторжения в Нигер.